Ежедневно пишут малоимущие семьи, которые, к сожалению, в связи с COVID-19, их отцы-мужья, которые работали в России и отправляли деньги. Сейчас вы сами знаете, что там сейчас карантин. Это сейчас тяжело нашему народу. Вот мы решили немножко хоть помочь как-то. Республика сейчас нуждается в специалистах. Когда я, директор, сажусь за машинку и начинаю с МакРейд, это очень сильно мотивирует сотрудников. Они приходят на работу, независимо от того, что я стою у них на душе или нет, они знают, что они трудятся во имя одного единого благого тела и идеи. От них зависит наша жизнь, наше здоровье. И то, что они сейчас ведут борьбу на передовом фронте, проводя сутки у себя на работе, вдали от своей семьи, они защищают нас. Мы все команды работаем сообща, и кто, где, какие каналы находит более выгодные, там, допустим, элементарно закупиться масками или же средствами индивидуальной защиты, те же комбинезоны, очки и все такое, мы друг другу передаем, чтобы быстренько успели поехать, закупиться и передать дальше, кому нужно. Ребята есть также, которые работают по регионам. Вахдад, Гисар, Куля, Памир. Ребята с Памира, допустим, вчера читал информацию о том, что объединились и успели собрать бюджет, если не ошибаюсь, там 750 тысяч самани. Европейский Союз выделил 2 миллиона 80 тысяч евро, и после этого выделил сразу же 78 миллионов евро без возмездной помощи Таджикистану. Германия выделила более 1 миллиона евро. Азиатский банк развития 50 миллионов. Всемирный банк более 11 миллионов долларов. США 800 с лишним тысяч долларов. Международный валютный фонд 189 миллионов. Российская Федерация выделила больше 20 тысяч тестов для того, чтобы выявлять новый вирус, штамм вируса COVID-19. ЮНИСЕФ выделил огромное количество средств индивидуальной защиты. Отчета по всему этому пока что мы ждем. Субтитры создавал DimaTorzok